здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня поговорим о прекрасном тем более что у нас будет здесь городском округе люберцы довольно интересная выставка о выставке и о том кто стоит за этой выставкой и как стать тем человеком работы которого может когда-нибудь будут выставлены где-либо нам расскажет об этом директор института традиционного прикладного искусства ольга федотова я так понимаю что это московский институт правильно здравствуйте ольга и добрый день до московский филиал высшей школы народных суток академии который находится сама академии находится в санкт-петербурге культурной столице в центре санкт-петербурга да и даже напротив спас и на крови и даже больше скажу в здании построенным специально для императрицы александра федоровны 1911 году ну вообще такая история то есть естественно вопросов будет много ну давайте мы разделим как бы на две части на в первой части мы поговорим собственно говоря выставки которая здесь откроется летняя правильно уже выставка у нас будет а во второй части поговорим о самом институте что это такое что там за люди кто там преподает кто туда может попасть в общем все вот так интересные вопросы возможно кого-то это заинтересует и воспользуются какими-то вашими советами ольга начнем с выставки что за выставкой почему здесь в люберцах выставка будет проходить с 8 июня 8 июня будет торжественное открытие и до 2 июля практически месяц будет проходить экспо представлена экспозиция филиала академии нашего московского института дело в том что у академии 8 филиалов и вот один из них находится в москве почему в люберцах потому что у нас завязались такие тесные отношения сейчас в этом году в рамках профориентационной деятельности именно с московской областью и с образовательным учреждением московской области и вот к нам приезжали на в гости в наш московский филиал приезжали директор детского дворца детского и юношеского творчества и пригласили нас участвовать вместе с вами замы пригласили участвовать в выставке музей на высочном центре города люберцы хорошо ну а что это за выставка кто что за экспонаты выставки и кто за ними стоит ну как вы уже поняли выставка будет произведений нашего до произведения традиционно прикладного искусства это немного не мало работы студентов но дело в том что почему говорим что произведение эти работы мы выставляем на выставочных площадках различных музеях галереях центрах и россии а также за рубежом то есть он до пандемии у нас постоянно проходили выставки но тем не менее с 20 года мы тоже участвуем продолжаем участвовать у нас ближайший будет выезд в сербину уже на прошлом не на следующей неделе но точно так же мы конечно же позиционируем традиционно прикладное искусство россии до такой давайте напомним нашим зрителям что это ну на каких-то примерах чтобы мы понимали более наглядно насколько это возможно рассказать да мы об этом не сказали дело в том что академия готовит вообще по 23 видам традиционных художественных промыслов это единственная уникальная такая академия в области традиционных промыслов и не только в россии но и в мире вот москве мы готовим по четырем видам таким как художественная вышивка конечно же ювелирное искусство декоративная роспись московское письмо именно и художественной роспись ткани а вообще готовят по художественной росписи художественную кружевоплетению касторезное искусство лако-миниатюрная живопись федоскинская палихская мастерская холост колок миниатюрная жипс не сказал по 23 видом так вот москве по 4 москва московский институт наш существует как образовательное учреждение намного раньше в 2023 году сейчас в этом году нам исполняется московском институт исполняется 85 лет то есть мы существуем очень давно высшая школа народных искусств было открыто в 2003 году была основной правитель распоряжение правительства российской федерации и наша академия празднует 20 лет в этом году то есть такие юбилеи в год педагога на старшинку 23 году мы еще и отмечаем то есть очень такие две важные дамы молодой динамич такой развивающийся вуз очень активный и поэтому активно участвуют ставки потому что целью нашего образовательного учреждения вообще позиционирование об этом поговорим во второй части а сейчас вот все-таки о ребятах а вот этих работах как они отбирались какой был принцип или были поставлены какие-то специальные задачи что вот для такой выставки нам необходимы такие-то экспонаты что называется под заказ либо это какие-то отчетные работы или лучшие работы как это делается выставка название выставки будет традиции и современность соответственно то чему мы учим как вы поняли уже из того сколько мы существуем да мы обучаем выполнять ребят девушек юноши выполнять руками собственными руками уникальные работы сохранением конечно же технологии технологической процесса техник выполнения то есть все что у нас накопилось годами опытом практически десятилетиями и столетиями все это мы сохраняем и передаем следующему молодому поколению то есть в этом состоит вообще миссия нашей и академии и конечно же каждого института входящего в академию вот работы которые мы отбираем в основном это конечно же работа последних лет но тем не менее у нас сохраняются все выпускные квалификационной работы исключительно на выставке будут представлены выпускные квалификационной работы по всем вот тем видом который я сказала именно московского нашего института так как я говорил о том что площадки для наших выставок это ведущие вузы ведущие извините музея и россия и нас приглашают всегда за рубежом представлять изделия все академии нашего института поэтому конечно же мы не можем мы можем только достойной работы и у нас есть определенный уровень определенные требования к этим работам у нас ежегодно выпускаются студенты с высшим образованием или защита работы по среднему профессиональному образованию то есть у нас существует система непрерывного профильного обучения есть своя концепция академии отличная от других концепций вообще обучение в других художественных вузах но в этой области это вот единственная академия который готовит глубоко студентов от начала до конца то есть поступая к нам но это уже наверно вторая игра да 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 извините я все перехожу на ничего страшного лишний раз можно повторить это не страшно еще такой вопрос а вот эти работы я так понимаю что все таки идет же обучение то есть есть какие-то определенные законы каноны то что делаются какие-то работы которые в плане подготовки к чему-либо и вдруг они получаются уже как произведение искусства это первая на начать а вторая это когда полет фантазии до или человек как-то по-другому там расписал что-нибудь или выполнил какую-то работу значит как вот вы так красиво называете резы резы не конечно резьба по кости да 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 вот как вот этот отбор идет либо это вот все-таки какой-то уже уровень до отбор для выставок да 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 или какой-то уровень определенную то есть например там условно говоря вновь пришедшие не могут пока ну оказаться в такой парни не могут безусловно дело в том что приходят к нам с разным уровнем подготовки до вступить на экзамены есть но именно по своему профилю по профессиональной деятельности все-таки студенты как абитуриенты не владели может быть что то где-то пробовали в своих художественных кружках пока обучались в школе но тем не менее конечно же поступают они и с нуля порой узнают впервые попадают вот в нашу область искусства впервые знакомятся с тем или иным направлением дело в том что если например по художественной вышивке существует 80 видов то мы обучаем практически по всем видам потому что какие-то технические особенности технологии выполнения они перекликаются но тем не менее каждый регион россии россия огромный регионов много имеет свои характерные особенности вот эти вот регионально исторические художественные стилистические особенности характерные для изделий конкретного региона особенно для центров традиционных художественных промыслов а ведь и возвращаясь к академии религал и который существует академии находится в основном за исключением это наш московский институт в основном же они находятся все в центрах традиционных художественных промыслов. Так вот, все эти стилистические художественные особенности, они сохраняются в работах, и всему этому начинают обучать с самого нуля, то есть с самых первых шагов от простого к сложному. Это естественный такой процесс, и, как вы понимаете, в любой профессии обучение, в любой профессии начинается с нуля, с первоначальных шагов. И дальше уже путём погружения в ту или иную среду конкретно, получение знаний со временем, профессиональных навыков, формируются эти профессиональные навыки. И уже на выходе, конечно же, когда студент уже более осмысленно подходит, когда у него уже развито креативное мышление, когда у него уже существует мотивация, увеличивается мотивация и к обучению, и к получению этих знаний, для того, чтобы достичь определённый профессиональный уровень как художника в этой области, он выполняет свою работу. И, конечно же, в основном, 90% работ, которые мы выставляем на выставках, это выпускные квалификационные работы, это достойного уровня работы. Отчёта проделана работа. Да, просто так музеи России не позовут. Потому что мы выставляли ведь в музее в прошлом году, в Казанском Кремле в августе, в течение двух недель. Прошлой год тоже был такой известный, потому что это был год культурного сохранения народов России. И в результате в июле мы показывали в течение месяца во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве, а в июне в течение недели тоже в Государственной Думе вся Академия наша представляла свои уникальные изделия, работы и шедевры. Понятно. Ну, давайте мы расскажем ещё раз, где будет проходить выставка, с какого по какое время, и сколько там всего будет представлено работ. Вот немножечко конкретизируем. Музейная выставочная экспозиция у нас будет представлена на музейно-выставочном центре. Комплексе, да. Музейно-выставочном комплексе города Люберцы. Это будет бесплатная выставка, экспозиция для посещения всеми взрослыми и детьми. Конечно же, в течение месяца можно будет посетить выставку, любое время мы будем проводить и лекции, и демонстрационные, и практикоориентированные, такие мастер-классы. У нас будет определённый график работы, где мы можем проводить экскурсии для групп. И я знаю, что в этом направлении уже музейно-выставочный центр работает. Будет проходить с 8 июня, это в этот день будет торжественное открытие, и до 2 июля. И мы будем рады всех видеть на нашей экспозиции. Ну и давайте ещё раз напомню всем нашим телезрителям, что чуть позже мы поговорим о том, как будет проходить, вернее, как идёт работа, как работает вообще институт. И ещё один вопрос перед тем, как мы идём на паузу. А это популярно сегодня у молодёжи, у тех, кто вот приходит, как вы говорите, у кого-то есть предрасположение, кто-то, может быть, приходит, но совсем ещё не подготовлены. Или они приходят, потому что больше некуда пойти, или не поступили в какое-то другое художественное направление, не выбрали. – Сложный вопрос, и достаточно провокационный, я вам сказала. Потому что, конечно же, наше такое время активное, да, и цифровое время всё-таки, конечно, эта область, не сказать, что забыта, но она востребована. Она востребована определённым кругом людей. И те, кто работает в этой области, они, конечно же, переживают за сохранение, за развитие, за передачу традиций. Но идёт молодёжь. Сложно идёт, потому что, конечно же, работы требуют усидчивости, требуют терпения, трудолюбия. То есть у нас нужно для того, чтобы научиться тому или иному виду, нужно работать с утра до вечера. То есть это не нажать на кнопку компьютера. – Ну да. – Конечно, проще нажать, и проще не думать. – Скореждая. – Проще забить, наверное, в какой-то алгоритм и получить результат. А тут идёт человеческая мысль, творческая мысль. Поэтому здесь больше времени уходит на реализацию вот этого изделия, самого материала. То есть реализация замысла, который придумывает, конечно же, студент. Ну, опять же, под руководством профессионального преподавателя исключительно. И потом реализовывает. Но та база, которую даёт наш институт, наша академия, даёт возможность дальнейшему выходу творческой деятельности и реализации тому, чтобы занять свою нишу в профессиональной области. – Ну вот сейчас мы сделаем небольшую паузу о том, как поступить в институт, кто там работает. Мы узнаем с вами во вторую часть нашей программы. Дождитесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Напомню, что эта программа «Открытый диалог». С вами Николай Пименко. А в гостях у нас директор института традиционного прикладного искусства город Москва, который является филиалом Санкт-Петербургского, нашей культурной столицы. В гостях у нас Ольга Федотова. В первой части мы рассказали о выставке. Ольга, давайте сразу ещё раз напомним, когда, где, чтобы люди не забывали. – Выставка нашего института традиционного прикладного искусства состоится в музейно-выставочном центре города Люберцы по приглашению как раз этого музейно-выставочного центра и Дома детского и юношеского творчества. Мы с удовольствием приняли это приглашение и выставляем свою экспозицию в двух больших залах этого выставочного центра. – Ну и давайте поговорим о том, кто может туда попасть, как проходит приём, когда, какие документы. Вот потихонечку рассказывайте. – В наш институт могут попасть и выпускники 9 класса, и выпускники 11 класса, также выпускники средних профессиональных образовательных учреждений по профилю или не по профилю поступать к нам на общих основаниях. Всё, в принципе, вывешено на нашем сайте, так же, как это единое требование для всех образовательных учреждений. Единственное, конечно же, у нас есть свои творческие испытания. И для выпускников школы, поступающих на программу колледжа, и поступающих на программу в ВУЗа, сдается обязательно рисунок и живопись. – Так, и какие-то там ЕГЭ, не ЕГЭ, вот это не нужно? – Нужно ЕГЭ после 11 класса, конечно же, но это русский язык и литература. – Так, и когда начинается приём? – Приём начинается уже в июне. После того, как, в принципе, выпускники школ получают аттестаты, они уже могут подавать нам документы в электронном формате или приносить в бумажном варианте документы. То есть уже могут подавать. В течение месяца идёт работа приёмной комиссии. – Ну и приёмная комиссия, и тут, наверное, мы же помним всевозможные истории, когда в будущем известны творческие люди, художники, музыканты, поэты, актёры, которые некоторые много раз поступали, не могли поступить, а некоторые так и не поступили. Иногда это вообще заканчивается не очень хорошими вещами. Вот эта приёмная комиссия, она какая-то особая, она отличается, скажем, от экзаменов в каком-нибудь вузе, где естественные науки преподают, где нужно, собственно говоря, решить пример, получить, так сказать, ответ, ну, я так грубо говорю. А здесь нужно понимать, умеет, есть у человека такая предрасположенность, я так понимаю, или нет. Он профпригоден, в принципе, или нет. – Ну, конечно же, чтобы сдать рисунок и жипси, это две отдельные дисциплины, это нужно нарисовать постановки, которые выполняются в аудитории абитуриентами, они приходят, перед ними натюрморты, которые они должны просто передать, это изобразить на бумаге. Конечно, владеть основами изобразительной грамоты, основами рисунка, живописи, они должны, наши абитуриенты, чтобы пройти успешно творческие испытания. – Они приносят вот это портфолио творческое? – Они портфолио не приносят, они приходят с красками, с кисточками, с бумагой, с карандашом, да, и сдают. Ну, в принципе, те, кто, те абитуриенты, которые в этом направлении идут и собираются поступать в художественный вуз и в наш, конечно же, они заранее просто узнают в экзаменах, вообще об условиях приема, и они понимают, многие могут ходить на подготовительные курсы, кто-то у нас заканчивал детскую художественную школу в нашем московском институте, перешел на подготовительные курсы и поступает к нам уже для продолжения обучения, точнее, для своей непрофессиональной деятельности. И в этом направлении движутся дальше, поступая в колледж, потом поступают после колледжа в наш институт, получают таким образом полное образование в нашей области, и дальше после бакалавриата они могут поступить вообще в магистратуру, ну, и те, кто связывает свою деятельность с педагогической направленностью, они поступают и в аспирантуру, но эта аспирантура уже существует в Санкт-Петербурге, в Высшей школе народного искусства, в Санкт-Петербурге, но тоже в нашем институте получается всё. Хорошо. Есть какой-то конкурс, или как это происходит? Конкурс есть, но он достаточно небольшой, честно говоря, порой где-то 2,2 человека на место, то есть незначительный, потому что область, я говорю, такая узкая, не каждый второй, как и я обычно говорю, может быть художником в области института, но тем не менее, есть желающие поступают. У каждого мотив для поступления свой, конечно же. Кто-то бывает не прошёл, а кто-то целенаправленно идёт к нам, а кто-то в последний год, есть такие даже случаи, что в последний год понимает, когда ему нужно определиться, и вдруг волей случая узнаёт о нашем учебном заведении. Я когда-то тоже волей случая узнала об этом учебном заведении, это мой альмаматор, в принципе, поэтому я там живу давным-давно. Понятно. Ну, альмаматор, давайте поговорим о тех, кто является преподавателями, кто, собственно говоря, и создаёт этот творческий продукт, как сейчас говорят, творческий проект. Кто работает, откуда люди, что у них за биография, какие творческие у них есть, так сказать, активы за ними стоят? Ну, работает у нас очень профессиональный, конечно же, профессорско-преподавательский состав, очень квалифицированный, очень серьёзный, и, конечно же, по профильным направлениям, если мы говорим о том, кто готовит художников по конкретному виду, то это только выпускники, исключительно выпускники нашего вуза, нашего института и академии. Дело в том, что программа создана и создаётся, и даже совершенствуется, это программы собственные, практически они авторские программы. Программа уже выстроена на протяжении не одного года, и даже не одного десятилетия. Тем не менее, конечно же, с учётом современных требований программа перестраивается, но тем не менее есть свои требования, есть своя планка, свой уровень, и поэтому исключительно мы готовим свои кадры. Наши же выпускники готовят потом лучших выпускников по нашим видам, и они, как бы такая, знаете, преемственность поколения идёт, и вот по профильному направлению работают наши преподаватели. Они же защитили диссертации в нашем же диссертационном совете, нашу академию в Санкт-Петербурге в разное время, и таким образом у нас работают и остепенённые преподаватели, кандидаты педагогических наук, как раз защитившие диссертации в этой же своей области по педагогике. Если что касается преподавателей по гуманитарным, социально-экономическим дисциплинам, то, конечно же, там работают и кандидаты, и доктора наук, у нас работают академики, профессора, доценты, для того, чтобы мы выдержали определённые требования как высшеучебное заведение, мы проходим на мониторинг эффективности ежегодно, определённые есть требования к структуре вуза, к качеству подготовки выпускников и к качественному составу именно профессорско-преподавательского состава. Хорошо. И давайте напомним, сколько у вас направлений, потому что в академии гораздо больше, а у вас какая-то часть, верно я понимаю? Да, но не направление, это профили, направление декоративного прикладного искусства и народного промысла, и в дальнейшем это будет традиционное прикладное искусство, а вообще профили 23. По всей академии, я сказала, что в академии 8 филиалов, это Московская область, помимо Москвы Московская область, Рязанская область, в Московской области 3 филиала, в Рязани и Рязанский институт существуют, самый отдалённый – это Омский институт, а ещё, вот я говорила о центрах лакомниатюрной живописи, это Ивановская область и Владимирская область, там находится тоже мастёрский институт лакомниатюрной живописи, психологский институт лакомниатюрной живописи, то есть всего 8 институтов уже, филиалы, они как структурные подразделения идут, но это институты, то есть и даже статус за это время, за период присоединения к нашей академии с 2003 года, кто-то присоединялся в 2009 году, кто-то в 2011-2012 году, то есть все вот эти структурные подразделения, они приобрели сейчас статус института уже, и готовят также либо по программе среднепрофессионального образования, либо в системе непрерывного среднего и высшего образования, но обязательно вот эта система непрерывного многоуровневого образования, это вот одно из отличий нашей академии при подготовке художников, и ну я сейчас уже даже обо всей академии говорю, не только о московской, так получается, так вот в регионах это очень важно, что мы сохраняем традиции, региональные исторические традиции, то есть если мастерский институт, сколько существовало, это центр основы древнерусской иконописи изначально, соответственно, там были образованы столетия назад образовательные учреждения, которые совершенствовались и меняли свой статус по мере развития образования и становления в этой области, так вот они присоединились в 2011 году к нам, был как колледж, художественный колледж, и сейчас это вот уже мастерский институт, там готовят по лакомиатюрной живописи, по иконописи и по художественной вышивке, то есть и так вот эта особенность отличает каждый наш институт академии, точно так же, как и наш московский, вот в Москве четыре профиля, это художественная вышивка, художественная роспись ткани, декоративная роспись, московское письмо и художественный металл, ювелирное искусство, именно ювелирное искусство, не ковка, не литьё, а это ювелирное украшение, то, что всегда востребовано, конечно. Ну да, это, конечно, интересно всё, и вот ощущение, что всё-таки это такое узкое, на самом деле, живопись есть, например, какая-то картина, скульптура, памятники, всё это понятно, а здесь такая всё-таки немножечко скорректированная история. Направленная, я бы сказала, более целенаправленная конкретная. Но, тем не менее, в ней есть свои какие-то прелести, свои какие-то герои, свои, скажем, популярные направления. И вот эти вот, скажем, знаете, от безделушек, как в народе говорят, до настоящих произведений искусства, оттуда шедевров, которые могут украшать и частный дом, и музей, и всё, что угодно. Вот, когда человек выпускается, что дальше происходит? Вот если, ну, понятно, аспирантура – это правильно такое направление, а есть, когда он куда-то идёт работать, у него где-то есть рабочее место, какая-то мастерская, как? Ну, вы уже частично ответили. Да, действительно, есть мастерские. Многие у нас студенты, выпускники, уже даже прошлых лет, создают свои художественно-творческие мастерские. Многие идут в направлении педагогическом, работать, передавать свой опыт, накопленные уже детям и юношеству разного возраста, да? Многие идут на те, ну, как предприятия в Москве, предприятия ювелирного искусства, скажем, но ювелирное направление, оно всегда будет востребовано, да? Находят такую нишу, занимают. Сейчас очень многие устраиваются, как самозанятые. Поэтому реализовать свой потенциал, который и свой опыт богат, который они получили в нашем институте, им представляется возможность, и они успешно реализуют, находят себя. Если по художественной вышивке мы берем или художественную распись ткани, то это могут быть дома моды, где с удовольствием ждут наших выпускников, и им даже не требуется характеристика никакая, потому что мы себя зарекомендовали очень хорошо. И сейчас мы очень тщательно работаем в этом направлении по трудоустройству студентов. Следите за ними, да? То есть, чтобы обратная связь была? Да. И начинаем с того, что обеспечиваем базы практик. То есть мы сейчас налаживаем контакты с теми организациями, которые могут взять, где могут быть востребованы. Но, однако, вот есть, например, декоративная роспись, московское письмо. Конечно же, нет такого предприятия. Если еще в 70-е, до 90-е годы предприятие это было и существовало, ну и в начале этого века, до 2009 года существовало еще это предприятие художественного гравюра, которое готовило, которое, точнее, приглашало к себе выпускников и нашего образовательного учреждения, то сейчас такие предприятия, они многие закрылись, как вы знаете, за последние 25 лет. Это новый период нашего времени. Хорошо. Ну, нам остается пожелать вам удачи, чтобы прошла замечательная выставка, чтобы рождались новые звезды, чтобы их творческое портфолио, их творческий полет не останавливался, а вы им всячески способствовали. Напомню, что в студии у нас была директор Института традиционного прикладного искусства московского филиала Санкт-Петербургской академии Ольга Федотова. Спасибо вам большое за интересный рассказ. И всех зовем на выставку. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания.